Мастер-класс 26 января студия 3D-печати 3D-MOD совместно с Ярославским государственным университетом провели мастер-класс по технологиям трехмерной печати для детей и их родителей, площадкой для которого стал университетский бизнес-инкубатор. Мы разделили наш мастер-класс на новичков, те, кто никогда не занимался своей ручкой, у кого никогда ее не было, никто никогда не рисовал, и уже на опытных. То есть мы разделили их на разные группы, чтобы мы могли новичкам показать, как она работает, чтобы они попробовали сделать свое первое изделие, хотя бы самое простое, ну и тем самым заинтересоваться. А с опытными мы уже будем делать более сложные объемные изделия с вращающимися элементами. Таким образом покажем им, что дальше тоже есть куда развиваться, расти, и в этом направлении можно сделать много всего интересного. Хочу обратить самое главное внимание на то, что аддитивные технологии сейчас внедряются абсолютно во все сферы деятельности и рассмотреть возможность образования детей либо как прикладного направления, либо прямого направления по аддитивным технологиям. Тем более, что у нас в регионе наши главные вузы, они уже все для этого делают, вводят специальности, открывают направление, оборудование закупают необходимое. Поэтому это в ближайшие 5-10 лет станет как бы основным трендом. Все предельно просто. Пластик подается в ручку, здесь есть сопло, которое разогревается, и пластмасса подается через него наружу, и все, и она вытекает, все очень пусто. Давно как-то, наверное, год назад мне подарили 3D-ручку, и я долго рисовала, и мне это очень понравилось. И меня мамин друг позвал на соревнования областные. Попробовать себя вдруг получится. И мы пошли вместе с другом, у которого тоже есть 3D-ручка. Так получилось, что мы выиграли и заняли на этих соревнованиях первое место, и поехали на всероссийские соревнования, и заняли там 9-е место в России. С этого момента мне как-то очень понравилась эта идея рисовать, и заниматься 3D-моделированием. И я стала помогать этой компании. Объемное рисование – это интересно, это что-то новое в жизни. Пока маленькие гости мероприятия осваивали работу с 3D-ручками, профессионалы рассказывали взрослым о месте аддитивных технологий в обычной жизни, о влиянии этих технологий на профессионализацию ребенка, а также о компетенциях будущего десятилетия. Стоит отметить, что Ярославский государственный университет часто становится площадкой для реализации просветительских программ, связанных с новыми технологиями, в том числе с трехмерной печатью. Ярославский государственный университет Ярославский государственный университет